Привет! Сегодняшнее видео будет о том, как раньше добывали золото, потому что мы в Готфилде. Это деревня, которая была в 70-х годах построена из госттауна. Золото здесь добывали где-то, наверное, на протяжении 5 лет, в конце позапрошлого века. Так что посмотрим сейчас, как там было. Ну что, очень туристически. Первое здание в городе это магазин со всякой ерунгой. Прекрасно. Вот фотосалон. Ну что, дорого пофоткаться. Вот одна фотка, 25 баксов. Вообще ужасно. Ну, получили вообще прекрасное, великолепное качество фотографии, божественной красоты. Все хотят заплатить 25 долларов за нечто подобное. Уверена, что у них бизнес процветает. Уже немного разочарования. Не знаю, что я ожидала, но здесь просто каждое первое здание это магазин, кофешоп или еще какая-то штука, чтобы вы потратили денег. Пока никаких прям таких аутентичных штук здесь нет, но выглядит все очень прикольно, как в фильмах про бестерны. Так что чисто посмотреть, конечно, прикольно. Что еще у них есть? Вот впереди я вижу бардей. Вот это красивое здание. Похоже, что здесь можно поесть. Здесь можно потратить еще денег. Это тюрьма. Там еще в магазине ничего не видно. Вот может быть музей. И сейчас мы пойдем в бардей. Еще можно сделать вот такие великолепные фотографии. Тоже, наверное, ка за 25 минимум долларов. Что вас разыскивает? Полиция за то, что вы, не знаю, ели конфеты или делали какие-то неприличные штуки. Забавно, в общем. Ну и опять, конечно же, магазин, чтобы вы могли потратить свои доллары. Ничего другого пока мы здесь и не встретили. Но этот керамический магазинчик тоже очень прикольный. Там вот у нас будет сейчас церковь. И неизвестно, пойдем ли мы в бардель. Потому что, скорее всего, он либо закрыт, либо платный вход. Если куртка, то надпись загрузит, что, пожалуйста, я тут ушла. Но вы можете положить деньги, испаковать все, что вам нравится в газету и уйти. Просто открытый магазин без хозяина. Все на честности, пожалуйста. Заходите, берите, что вам нравится по пути. Сами оставляйте деньги в коробочке или выписывайте чеш. И вообще все, все счастливы. У нас бы такое, конечно, не произошло, но тем не менее. Еще здесь призывают все потрогать. Но я думаю, что нужно все трогать, чтобы ты вдруг потрогал, разбил. Ну и, естественно, заплатил. Кстати, недорого за магнитик. Полчаса гуляния по гостам. И выяснилось, что бардель сегодня закрыт. Церковь сегодня закрыта. Открыты только сувенирные магазины. И, собственно, все. Возможно, мы сможем еще попасть в саму шахту. Но не факт. Зато здесь очень красиво. И вот горы крутые. Пойдем в музей. Музей, быстренько, быстренько сюда выходим в музей. Внутри музея. И я тут единственный посетитель. Билет стоит 3,50. Это что-то типа кромического музея. Где будут разные штуки. О добыче золота. О жизни. Ой, нет. Тут кто-то есть. Ха-ха-ха. Футишки. Можете даже пропустить эту часть видео. Потому что вряд ли интересно смотреть на такие штуки. Ну, уже раз я здесь, почему бы не посмотреть. В музее выяснилось, что это все не настоящее. На самом деле, ничто не выглядело так 120 лет тому назад. Это чистый туристический аттракцион. Да, он построен действительно на месте Голдфилда, где добывали золото. Но все выглядело вообще абсолютно обычно. Белые домики. А вот эти все вестернские штуки сделаны около 40 лет назад для туристов. И как бы вообще из настоящего. Но может быть только вот эти штуки из шахт. И все. Everything is fake. Сделаем сейчас монетку. Монетку. Yes. Надо прокрутить. Выбрать картинку. Кинуть 51 цент. Да, 51 цент. Засолим. И выдавить себе монетку. Монетку. Окей. Хм. И вот такая штука. У меня есть такой магазинчик. И на самом деле можно подобывать золото. Ну то есть это не шутка. Такая штука. И вот роешься в грязи, чтобы добыть себе немножко золотишко. Он будет. Он будет. Вот смотри нашли. Нашли и будет. Стоит с удовольствием. 7 долларов за месяц. Убедившись, что в Голдфилде все искусственно, полностью построено заново, а ничего не настоящее. Это просто декорации вестерна. Разочаровавшись в обуче золота, которое тоже не настоящее. Я таки купила себе билет. Вот он. И это не шутка. За 8 долларов, чтобы пойти все-таки в шахту, где на самом деле добывали золото 130-140 лет назад. Я надеюсь, я не разочаруюсь. Эта шахта единственная настоящая в этом городе. Поэтому пойдем посмотрим, как же добывали золото, не просея его через ситечко, а в шахте. У нас угольные шахты, а у них здесь в Аризоне золотые. В последний раз, чтобы вы не сможете идти. Ну, вы уже сделали. Это последний раз, пока мы переехали на землю, для нашей следующей миссии. Если вы хотите, я буду наделать. Иди сюда. Нет времени за лоли-гаг. Мы оставим в только один раз. Минутку осталось. Теперь, во-первых, я хочу сказать вам о том, что вы можете рассказать вам о этой городе. Голдфилд был действительно мой город в последние 1800-х. Девочка рассказывает, что тут действительно на этом месте раньше был Голфилд, и тогда ничего из этих построек тут не было. Все золотодобытчики жили в палатках, а все эти постройки были сделаны в 1988 году для туристов. К сожалению, снимать в шахте нельзя, да и там было очень темно, что вы бы все равно ничего не увидели. Но это было действительно очень интересно, сколько зарабатывали люди в шахте, как они добывали золото, как они ели в темноте, как они успевали убежать от динамита до того, как он взорвется, и много других удивительных историй. Моя любимая про Honey Deeper, если дословно переводить, то это черпатель меда. На самом деле это был человек, который возил в шахте тележку-туалет, и в ней, естественно, был не мед. Платили ему очень мало, а удовольствия было еще меньше. И однажды он решил подзаработать и вывез в своей тележке на дне несколько слитков золота. И, естественно, тележку с медом никто не проверял. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, все как обычно. И, напоследок, ваше любимое, неудачный дублик, которых было немало. Наверное, с 70-го по 1000... 1000... Ах... Кто-то чихнул. Супер громко чихнул. А, все равно. У нас... Самоу.